Один из тех, кто видел захват Донецкой администрации своими глазами, это был Семен Семенченко, бывший командир батальона Донбасс. Его разглядели на кадрах, снятых в сессионном зале. Когда мы говорили до эфира, то Семен пояснил, что был там в качестве одного из создателей Донецкой самообороны, мол, чтобы присмотреться к тем, кто пришел в здание. Но вот детали того, что он там увидел, узнаем у него самого. Семен, вечер добрый. Скажите, как развивались события? Вы же все своими глазами видели. Вот почему сдали здание? Если более подробно, то это была именно сдача. Начальник Донецкой милиции Господин Романов просто приказал раступиться тем силам милиции, которые оброняли администрацию. Она была полностью заварена железными щитами. Это было еще сделано во время Майдана, то есть для того, чтобы не допустить штурма украинскими патриотами тогда. Они раступились. Господин Романов завел пророссийских митингующих, тогда они назывались так, внутрь обл. администрации. Я это все снимал, в том числе на ИПАД. И дальше было так. Они сидели на этажах, на верхних, а внизу стояла милиция Грифон. То есть тогда достаточно было просто политической воли для того, чтобы все это разогнать. Они были сами перепуганы. Ну, подождите, подождите. Начальник милиции, он ведь явно не сам по себе действовал. Был тогдашний губернатор, были городские власти, он же явно им подчинялся. Я не могу сказать, потому что не знал, насколько он был информирован. Вообще события развивались так. То есть сначала раступились, завели, полностью были удивлены и ошарашены сами митингующие, что их туда пустили, я это видел. Полностью власть была украинская в Донецке. А дальше события пришпоривали. События и вливания денег, и съезд массовой информации, и кровь, которая потом пролилась, привело к тому, что есть сейчас. Я думаю, что, скорее всего, это предательство. Нужно проверить эту информацию. Мне говорили, что Гассино Романов сейчас в Крыму. Я не уверен, но если это так, тогда версия вполне очевидна. Хорошо, украинская власть, милиция, СБУ, люди, возглавлявшие страну. Вот мы с Бориславом Березой только что об этом говорили, что почему ничего не предприняли в Киеве? Кто-то пытался повлиять на ситуацию? Я скажу больше. Достаточно было просто дать добро самообороне, которая месяц после этого постоянно находилась и возле администрации, и внутри администрации. И мы бы это сделали самостоятельно. Мы разогнали бы все это самостоятельно. В итоге довели все до того, что вынуждены были мы уже организовать вооруженные отряды сопротивления. Через месяц появился батальон Донбасс. А тогда при хотя бы нейтралитете милиции это мы могли сделать сами. Вы чьи команды ждали? Мы ждали любого сигнала от действующей власти. Кто бы то ни был. Министр внутренних дел, вице-премьер-министр, просто начальник местной милиции, начальник областной администрации. Хоть кто-то, кто представлял существующую власть. Никто из власти тогдашней не взял на себя ответственность. И мы вынуждены эту ответственность брать в свои руки. Тогда.